Добрый день дорогие друзья, сегодня речь пойдет о Нине Руслановой, советской и российской актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации. Обстоятельства своего рождения актриса не знает. В конце февраля 1946 года ее, в возрасте, предположительно двух месяцев, нашли в городе Богодухове Харьковской области и определили в детский дом. Там же ей дали отчество Ивановна, а фамилию Русланова ей дала инспектор детских домов в честь певицы Лидии Руслановой. Что касается дня рождения, то при получении паспорта Нина выбрала 5 декабря, как известно, в то время это был день Конституции. После окончания восьмого класса средней школы Русланова поступила в строительное училище и окончила его по специальности штукатур. Это не был выбор Руслановой, в детских домах не спрашивали, где ребенок хочет учиться. После получения профессии Нина Русланова недолго работала по специальности, но ее не устраивала такая жизнь, именно поэтому она решила уехать в Харьков. Здесь будущая звезда поступила в театральный институт. Проучившись всего один год, Русланова переехала в Москву. Она сдала экзамены и стала студенткой театрального училища имени Щукина, которая окончила в 1969 году. Однокурсниками Нины Руслановой были Леонид Филатов, Борис Галкин, Константин Райкин, Анастасия Вертинская. С 1969 года Нина Русланова актриса театра имени Евгения Вахтангова, в 1985-1988 годах, театра имени Маяковского. Служила в театре имени Рубена Симонова, с 1988 года, актриса киностудии имени Горького. Свою дебютную роль Нина Русланова сыграла, будучи студенткой второго курса. В 1967 году в фильме «Возвращение актрисы» появилась в образе безымянной невесты, влюбленной в красноармейца. Ее заметили режиссеры. В этом же году Нина снялась в главной роли в картине «Короткие встречи», где ее партнером по съемкам стал сам Владимир Высоцкий. С тех пор Русланова начала сниматься без перерывов и по многу. Кинематографическая биография Нины Руслановой богатейшая фильмография актрисы насчитывает свыше 150 ролей, разноплановых и разножанровых. «Завтра была война, тени исчезают в полдень и не стреляйте в белых лебедей», — все эти ленты входят в золотой запас российского кинематографа. Она сыграла в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин», «Про бизнесмена Фому», «Бульварный роман» и многих других. У каждого из советских граждан, любивших кино, была своя любимая Русланова. Артистке без труда удавалось перевоплощаться в самые разные образы. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть фильм «Собачье сердце». В знаменитом фильме актриса сыграла роль кухарки Преображенского. В результате картина стала лауреатом международных премий. В 80-е годы талант актрисы наиболее полно раскрылся в кинокартинах «Будьте моим мужем, куда он денется. Цыган, берегите мужчин. Афоня». Русланова ежегодно радовала поклонников новым, оригинальным образом. Среди работ этого периода числились роли в трагикомедии «Кинд за дза». Мелодраме «Познавая белый свет». Наверное, именно талант перевоплощения помог артистке избежать кризиса 90-х, на который жаловались многие ее коллеги. Русланова была востребована во все времена. Она прекрасна и в фильме «Валентина и Валентина», и в «Зимней вишне», и в сериале «Участок». Актриса полностью выкладывается в каждой роли, ее репертуар пополняется работами в драмах «Афганский излом», «Мигранты», «Небеса обетованные». Среди наиболее ярких работ Нины Ивановны позднего периода, фильмы «Китайская бабушка», «Дом солнца» и «О чем говорят мужчины». В 2014 году зрители увидели на экранах российский фильм ужасов «Вий», в основе которого лежит одноименная повесть Николая Гоголя. Сейчас актриса нечасто появляется на телевидении, сказываются последствия перенесенного ранее инсульта и инфаркта, который случился у Руслановой осенью 2018 года. В январе 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Нина Русланова госпитализирована. Причиной стали проблемы с сердцем, несколько дней она провела в больнице под наблюдением врачей. Чуть позже дочь актрисы сказала, что сейчас состояние здоровья Руслановой неприемлемое для ее возраста. Нина Русланова была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым. В этом браке родилась дочь Олеся, но в начале 90-х Русланова и Рудаков расстались. Как говорит Нина Ивановна, это случилось из-за ее резкого характера. Вторым супругом, с которым Нина Русланова живет уже более 30 лет в гражданском браке, стал оператор Рав Кадгабитов. Нине Руслановой присуждена государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Мой друг Иван Лапшин». Удостоена премия Ника за роль второго плана в фильме «Смиренное кладбище», за лучшую женскую роль второго плана в проекте «Настройщик», за лучшую женскую роль в картине «Китайская бабушка». Дорогие друзья, я благодарю вас за дружбу. Спасибо за оценку моих видео, если вам понравилось, ставьте лайки и пишите комментарии. Желаю вам мирного неба, здоровья, радости и счастья.